Новая жизнь военной полуторки. Грузовик-участник Великой Отечественной войны вновь поставили на ход у мельца одного из вузов Павлодара. Мы предлагаем нашим телезрителям эксклюзивный сюжет. Единственный в Павлодарской области грузовик-участник Великой Отечественной войны, легендарный ЗИС-5, переехал в наши края уже после победы, в годы освоения Целины. Работал на полях в Майкаинском рудоуправлении. В 70-х годах был причислен к автоколонне 6525, где и завершил свою героическую службу на почетном постаменте. Затем в начале 2000-х по инициативе Совета ветеранов постаревший и обездвиженный переехал на свой новый адрес. Здесь рукописное письмо на имя директора нашего музея, в то время Бектаса Распановича, от имени Примака, которому он тоже пишет о том, что находится такая машина в автоколонне, в гараже, и что ее желательно бы перевезти в Павлодарский музей. Накануне Дня Победы родилась идея привезти ветерана в рабочее состояние. Инициативу поддержали сотрудники Торогеров университета, заведующие лабораториями и мастера факультета инженерии. В свободное от работы время эти парни дали новую жизнь легендарному грузовику, отреставрировав и поставив на ход. За время этой работы у нас были изготовлены огромное множество деталей, которых не доставало на этом автомобиле. Где потребовались и токарные работы, и штамповочные работы даже. Кое-какие детали мы изготавливали новые вручную. Сердце ветерану заменили на новое, установив мотор от автомобиля ГАЗ-24. Заменили электронику, избавились от деталей гораздо позднего апгрейда, таких как поворотники. Одним словом, постарались хотя бы внешне вернуть старику оригинальный внешний вид. Что еще можно сказать? Только проехать и посмотреть, как он на ходу. Спустя долгие годы без движения, сначала на постаменте, потом в старом гараже и внутреннем дворике краеведческого музея, грузовик снова рассекает пути дорожки и готов встретить наступающий праздник при полном параде. Точно неизвестно, сколько шоферов ездило за рулем этого автомобиля и сколько раз этот автомобиль переделывался за время своей эксплуатации. Но понятно одно, что с таким количеством переделок сегодня вряд ли получится поставить этот автомобиль на учет и получить госномера. Но несмотря на это, прежде чем встать на постамент, этот автомобиль все-таки сделает свой победный круг по улицам нашего города. Проедет и докажет, что помирать нам рановато и что есть у нас еще дома дела. Руслан Белялов, Алексей Амельницкий. Специально для программы «Ертасакпарад».